всем большой привет с вами мария и сегодня вас ждет уютный влог а сегодня вас ждет спонтанный уютный блог поедем в магазин за арт-товарами покажу чем я занимаюсь в течение дня покажу новую эпоксидку которую я купила для творчества покажу чем буду рисовать следующую картину так что будет интересно наливайте себе чаечки посаживайтесь поудобнее а мы не будем затягивать и погнали перед выходом делаю немецкий потому что вечером у меня занятия вот продолжаю заниматься на уровне а2 так ну что погнали в магазин за красками мы поехали в авиапарк и мне кажется я скупила все краски с всякими блесками перламутрами пастельных оттенков потому что я буду ими красить пирожные пакет из лайма потому что мы тоже там кое-что прикупили а теперь можно немножечко передохнуть потому что мы довольны и сделали весь свой план кстати кто еще не пробовал боба чай очень советую он достаточно прикольный вкусный интересный формат не знаю мне очень понравился я почти сразу влюбилась так ну что я дома и теперь покажу весь свой лов сейчас покажу все поближе потому что перламутр блестки в общем все что я купила очень красиво переливается на солнце только сейчас я поняла что это оказывается не краска а какой-то лак с блестками никогда еще не пользовалась таким форматом но попробую мне кажется будет очень круто потом на какой-нибудь из работ сто процентов увидеть результат а эта краска называется розовая фея я не шучу это реальное название только я хотела шутить про то что у меня тут какую-то фею с единорогами в тюбиков запечатали но даже не пришлось этого делать производители сделали это за меня честно говоря у меня очень уже чешутся руки поскорее это все нанести на пирожные потому что она все очень красивое мне было просто необходимо приобрести весь этот миллион оттенков розовых потому что я как уже сказала буду делать пирожные к тому же я обожаю эксперименты и мне уже не терпится посмотреть как будет выглядеть все на итоговой работе вот этот акриловый хамелеон я уже покупала так что это вторая банка мне очень понравилось как она выглядит дальше текстурная рельефная паста для новой картины и по классике белые черные окраски которые заканчиваются со скоростью света погнали тестить текстурную пасту мне как раз нужно загрунтовать несколько холстов так давайте покажу как выглядит текстура вблизи это определенно тот эффект которого я добивалась мне очень нравятся эти объемные мазки поэтому продолжаем так интересно какая композиция получится на этом холсте но текстуры меня очень радует уже наступил вечер и я хочу поделиться лайфхаком который упоминала в своем телеграм-канале кстати там я бываю намного чаще и постоянно показываю процесс работы над холстами и вообще то чем я занимаюсь поэтому если хотите залетайте я ссылочки оставлю в описании итак в чем же заключается лайфхак в этой работе я буду использовать тонкие черные четкие линии поэтому запороть композицию мне никак нельзя плюс когда речь идет об абстракциях я люблю встать и написать все за раз поэтому время написания самой картины может быть не таким уж долгим но подготовка холста продумывание композиции вот это действительно занимает много времени поэтому я придумала лайфхак с приклеиванием скотча по которому можно потом наметить композицию и не запороть свой холст пользуйтесь на здоровье после того как я уже обозначила скотчем композицию я пишу поверх акрилом передвигаю меня и очень долго смотрю на композицию чтобы мне все нравилось я оставляю это до завтрашнего дня чтобы немножечко улеглось в голове и завтра с чистой головой буду уже писать немножечко хочу рассказать вам про идею я решила сделать квадриптих в продолжении моей дипломной работы кайдзэн и все четыре картины я буду загрунтовывать по-разному очень хочется какой-то фактуры вообще с японского кайдзэн это принцип непрерывного совершенствования это именно тот принцип которым я руководствуюсь в своей работе для меня и мой скульптурный диплом и вот этот квадриптих который по сути является его продолжением стали хорошим способом для размышлений о балансе в творчестве мир постоянно стремится к антропии а творчество к созиданию творчество также порой бывает очень хаотичным и для меня всегда это поиск гармонии что можно что не можно что уместно что не уместно как будто бы все эти вопросы висят в воздухе и ты каждый раз как художник пытаешься на них ответить хотя бы для себя также я хочу добиться максимального разнообразия в этой работе но при этом отдать свое предпочтение простоте и какому-то минимализму поэтому я постаралась отпустить все ожидания и предубеждения которые у меня были насчет этих холстов и у меня самой интересно посмотреть что получится обязательно покажу вам готовые работы в следующем видео а пока что достаточно философии на сегодня и я пойду дальше работать а вот и распаковочка той самой эпоксидки которую я обещала показать в начале ролика я еще этой фирмы ни разу не пользовалась но на нее были очень хорошие отзывы это эпокси мастер также я взяла мол для колец чтобы протестировать эту эпоксидку посмотреть на сколько она прозрачна насколько она пузырится и все остальное если все получится так как я задумала то скоро можно будет приобрести цацки от меня само собой не в таком виде но вы все увидите просто подождите я оставила самое сладкое на десерт это пирожные сейчас покажу немножечко процесса того как я над ними работаю для меня это какой-то отдельный восторг не знаю мне кажется если бы я не была художником то я бы была кондитером потому что мне безумно нравится придумывать пирожные украшать их и не знаю это просто любовь я в восторге ну вот и все спасибо что досмотрели это видео до конца подписывайтесь на канал ставьте лайки я пойду дальше делать пирожные всех обнимаю увидимся в следующем видео пока